Тираностикат, особенно третье слово, оно не очень понятно для народа, я, наверное, подробнее на нем и остановлюсь. А говоря об инфекции, надо понимать, что мы, конечно, будем говорить с вами о жизнеугрожающих инфекциях, прежде всего, конечно, о сепсисе. Вот что изменилось за последние годы, вот эта цифра, первая красненькая цифра, 40 миллионов случаев в год, потому что два года назад эта цифра была 30 миллионов, теперь 40 миллионов стало. Но самое главное, поймите, что сепсис – это одна из основных причин смерти пациентов. На втором месте, второе-третье место он делит среди причин материнской смертности. И особенно это касается, как причина смерти, чаще всего в развивающих странах, к коим мы себя и относим. Это low или middle income country, то есть та страна, которая со средним или малым вложением в здравоохранение. Россия по классификации ВОЗ относится к странам со средним вложением в здравоохранение. Надо понимать, что каждые 3 секунды, 3-4 секунды примерно – это одна смерть. В мире происходит, и пока мы с вами будем рассуждать о сепсисе, немало людей помрет от этого сложного, грозного осложнения. Данные, которые мы получаем в рамках одного из проектов Сепсисфорума, проект называется «Эффективный стационар», часть стационаров в этом участвует. Так вот, 40% пациентов имеют предикторы сепсиса в отделениях реанимации. Это не значит, что у них у всех разовьется сепсис, без сомнения, но вероятность развития такого угрозного осложнения, она велика у тех пациентов, которые лежат в реанимации более 4-х суток. У нас есть некая специфика, об этом говорили мы вчера, какого уровня должно быть отделение реанимации, их необходимо видоизменять, должна быть другая структура отделения реанимации. Но во всяком случае надо понимать, что в отделении реанимации должны лежать пациенты в критических состояниях, то есть те пациенты, которым требуется протезирование или замещение функций прежде всего. На сутки, до понедельника, на всякий случай, на праздники, после операции полежать и так далее, это не повод для госпитализации в отделении реанимации, поскольку это дорого и очень вредно. Но что на самом деле, около 10% пациентов у них развивается септический шок в отделениях реанимации среди тех, которым требуется такого рода помощь. Это действительно так. И в третий случай, причина сепсиса – это хирургические осложнения или заболевания, так называемый хирургический сепсис. Сколько случаев сепсиса в нашей стране? Ну, к сожалению, приходится констатировать, несмотря на то, что у нас существует немало общественных организаций, ассоциаций на северного реаниматолога, и российский сепсис форум, и российское общество хирургов и так далее. Много и урологи и так далее. Но мы до сих пор не знаем этой цифры. К сожалению, я не знаю, как вороть эту проблему, поскольку сепсис – это не заболевание, а осложнение. Оно выходит из общей статистики, выползает. Но вот официальная цифра – примерно 4,5 тысячи случаев в год. Хотя мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что это состояние, которое встречается куда чаще. Греет только и успокаивает то, что только 13% стран в мире умеют и знают и считают эту цифру, а остальные, как и мы, находятся в неком невидении. Во всяком случае, мы понимаем с вами, что это действительно проблема, и большая часть людей умирает от инфекции, попадая в отделение реанимации. Кто это? Это, конечно, новорожденные возрастом до года. И, конечно, это люди пожилого возраста. Вы видите, 70 с лишним процентов смертей – это у людей, которые старше 70 лет. Но мы с вами понимаем, что партия и правительство нам постановило жить до 80, поэтому эта категория людей будет увеличиваться. Это доля людей, и люди пожилого возраста, эта когорта, мы это видим и сейчас, они увеличиваются, поэтому, собственно говоря, летальность будет расти. Что еще? Ну, вопрос, конечно, статистики не только в нашей стране стоит. Вот с того самого момента, когда было придумано определение сепсиса, а это случилось в 91-м году, я поэтому еще скажу, наверное, количество оплаченных случаев в мире значимо увеличилось. Ну, то есть придумали критерии, соответственно, вот, извольте платить за них, за эти критерии. И в настоящий момент есть определенные проблемы вот с учетом, а что на самом деле сепсис, как считать, ну, об этом мы поговорим. Это, опять же, данные вот проекта эффективной стационары, вы видите, повторные госпитализации в отделении реанимации. На первом месте разные причины, вы видите, на втором месте дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая, сепсис 11%. В 11% случаев пациенты поступают назад в отделение реанимации из-за того, что у них развивается сепсис или септический шок. Но если внимательно посмотреть вот истории болезни тех пациентов, которые переводили из дыхательной недостаточности или остро-серечно-сосудистой недостаточностью, то немалая доля перевода в этих тоже связана с инфекцией. Поэтому, конечно, вот, как причина перевода в сепсис, септический шок, он занимает, ну, достойное место. В 17-й год на Всемирной Организации Здравоохранения признает сепсис в качестве глобальной приоритетной проблемы. Глобальные приоритетные проблемы. Весь мир понимает, что это та проблема, с которой надо что-то делать, потому что действительно люди умирают от инфекции в отделениях реанимации в стационарах прежде всего. И из тех рекомендаций, которые существуют на настоящий момент, вы видите появившуюся вот такая рекомендация 2016 года, в четвертых издании этих рекомендаций, Саваев Сепс Кампейн, рекомендует создание программ для больниц и стационаров по улучшению распознавания сепсиса, включая программы скрининга для пациентов в критической состоянии, для больных из групп риска. Вот что рекомендуется. И это на самом деле надо делать. Но я так понимаю и знаю, что в нашей стране не очень большое придается значение вот такого рода пациентам. Пациенты с инфекцией есть, они лежат в реанимации, они очень часто умирают, летальность высока. Ну вот констатируем и не более того. Вот эта рекомендация крайне важна и надо у себя в каждом отделении, в каждом стационаре создавать такие программы, как существует травма-тим, корр-тим и так далее, такого рода команды, такие же должна быть команда под названием инфекшн или сепсис-тим. 91-й год, вернемся назад, Роджер Бонн, вот молодой на тот момент улыбающийся человек, который созвал вот эту конференцию, организация которой, задача этой конференции была определить терминологию, что же такое сепсис. И действительно тогда было дано определение, что сепсис это инфекция и синдром системного воспаления. На тот момент так это считалось. Тогда же были предложены определения, что такое тяжелый сепсис, это органодисфункция, что такое септический шок, ну и целый ряд еще определенных терминов. А зачем это надо было сделать тогда? Почему назрела такая необходимость? Да все очень просто, потому что к тому времени разными словами говорили об одном и том же, или наоборот, одними и теми словами называли разные состояния, поэтому надо прийти к какому-то общему знаменателю консенсу. 91-й год, напоминаю, наша страна приняла вот это определение только в 2004 году, на известной Калужской конференции. 13 лет понадобилось, чтобы через границу проникли к нам эти знания, хотя до этого много обсуждали и говорили. В качестве критерия системного воспаления были приняты всем известные показатели. Это гипер- или гипотермия, это лейкоцитоз или лейкопени, или сдвиг нейтрофильный более 10%, и два малых признака – это тахипноид и тахикардия. Обязательно, не обязательно, там по-разному. Но два больших признака должно быть – это температура и лейкоциты. И вот на основании вот этих показателей температуры лейкоциты и наличия очага инфекции, явного или, так скажем, подозрения, выставлялся диагноз сепсис в тот момент. Так, 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 что-то у нас не то. Вот. Не-а. Сейчас слайд переключим. Ну, в принципе, на самом деле, довольно долго мы прожили с этими критериями СИРС, поэтому они не переключаются. Видимо, столько времени и будем сидеть с ними. Да. Вот. 2001 год наступает. В 2001 году появляются, так называемые, расширенные критерии системного воспаления. Уже, вы видите, больше организаций участвуют в принятии этого решения. Расширенные критерии для чего появились. Оказалось, что с 91 по 2001 год, 10 лет все-таки прошло, да, появилось много исследований. Раз мы говорим одинаковыми терминами, называем одно и то же, то есть работаем в каких-то определенных рамках, то появилась возможность проведения исследований таких многоцентровых, международных, то есть что-то с чем-то сравнивать. Оказалось, что не совсем всех удовлетворяли эти критерии. Ну, согласись, температура и лейкоциты, в общем, ну, не совсем хорошая характеристика для того, чтобы определить, что с пациентом что-то такое происходит. Поэтому в 2001 году опять собираются вот уже несколько организаций международных и предлагают расширенные критерии. Задача какая, смысл расширить, увеличить специфичность этих критерий, чувствительность и специфичность. Больше критериев поработали недолгое время, и оказалось, что на самом деле большой пользы от этого нет. Более того, к этому времени вот накопились данные, вы видите, шестой год, там, восьмой год исследований, крупные исследования, которые были, это 3000, там, еще там, 3500 пациентов, ну, кто себе может позволить в рамках одного исследования в одной стране или в стационаре, такого не бывает. Два исследования, которые показали, что примерно 80% пациентов, лежащих в отделениях реанимации, по делу, не как у нас до понедельника, имеют признаки системного воспаления. 80% имеют признаки системного воспаления. К этому времени были известны данные, результаты исследования EPIC-2, сейчас уже третья публикуется, и оказалось, что пациенты, независимо от того, с чем он поступает, по какой причине в отделении реанимации, примерно половина пациентов имеют признаки инфекции. Неважно, с чем поступили. Итак, 80% имеют признаки системного воспаления, 50% имеют признаки инфекции. У нас что, каждый второй болеет сепсисом? Нет, конечно. Понятное дело, что вот эти критерии оказались, нас не совсем удовлетворяли, нас. Ну и прошло довольно много лет, вот начиная с того самого первого года, когда стали появляться, ну, некие призывы, а давайте что-то менять. Все-таки, согласитесь, медицина, будучи такой, в большей степени, наверное, искусством, чем наукой, или как-то искусственной наукой, назовем это так, конечно, надо пересматривать свои взгляды. Появление новых данных, накопление новых данных, новых знаний, они заставляют постоянно пересматривать наши взгляды и наши определения в частности. Определение сепсиса носило характер консенсуса, договорной диагноз. Мы так договорились называть вот такой набор состояний, называть сепсисом. Раз мы так договорились, то новые данные, которые мы получили, позволили нам передоговориться. Итак, накопление новых знаний потребовало уточнение, некрасивое слово, дефиниции, определений, по крайней мере, и критериев диагноза. Мы поняли, что сепсис – это не системное воспаление плюс инфекция или на наличие инфекции. Мы поняли, что надо что-то другое принимать. И целый ряд статей, которые там аккуратно вбрасывались в сознание медицинского сообщества. Первая статья, которая Жан-Луи Винсан, будучи интенсивистом номер один в Европе, ну и в мире, по крайней мере, не последним, человек, который написал «Сирс, я тебя не люблю», это было довольно давно, потом они вчетвером Стивенопол, Жан-Луи Винсан, Джон Маршалл написали о том, что, наверное, надо изменять критерии, время перемен пришло. Ну и, собственно говоря, к этому времени накопилось довольно много существенных знаний, которые изменили наше впечатление. Первонаперво мы поняли, что существует универсальный механизм, вот он здесь вот так красиво нарисован, три человека, получившие в 2011 году Нобелевскую премию за разработку, открытие, объяснение так называемых тол-лайк-рецепторов. Оказалось, что мы все, мы с вами, животные, растения, одинаково устроены с точки зрения реакции на внешний и окружающий мир. Если посмотреть слева, там вот эта знаменитая муха дрозофила, собственно говоря, тол-лайк-рецепторы, подобные рецепторам, которые у нее были открыты, а дальше вы видите это млекопитающее, а справа вы видите это растение, но суть заключается в том, что универсальный ответ. Клетки взаимодействуют со внешней средой посредством вот этих тол-лайк-рецепторов, у человека их 12 уже открыто, а дальше универсальный путь происходит. Разблокируются участки ДНК, происходит синтез, увеличивается синтез цитокинов, медиаторов воспаления и так далее. Смысл заключается, вся эта процедура заключается в том, чтобы как можно быстрее и безопаснее для организма что-то удалить из него. Это касается внешних проявлений, это касается микробов, грибов, это касается поврежденных тканей, и поэтому мы с вами разделяем эти сигнальные молекулы на молекулы пампс и дампс, молекулы повреждений, молекулы патоген-ассоциированные молекулы. Их большой класс, это довольно серьезная история, но результат одинаков. Результат заключается в том, что клинически мы видим одно и то же. Это лейкоцитоз или лейкопения позже, это температура или снижение этой самой температуры. Вот почему мы столкнулись с неспецифичностью этих критерий. Они универсальны, они одинаковы, неважны на то, что является повреждающим агентом. Поэтому, конечно, эти критерии необходимо было пересматривать. Но нельзя пройти мимо ковида, потому что полтора года у нас мучает, и еще неизвестно, сколько будет продолжаться. Скорее всего, всю жизнь он окажется с нами. Но посмотрите, вот в левой части на этой картинке, это схема, которую наши французские коллеги предложили еще очень давно, в самом начале этого ковида. Красивая, цветная такая, как повреждается альвеола, как повреждается кишечник, вот наверху видит человек сидящий, в задумчивой позе, не только, который кашляет. Но, опять же, под этим человеком вы видите не что иное, как классическую картинку сепсиса, септического шока, повреждения тканей, синдром системного воспаления, снижение артериального давления, нарушение перфузии, ну и так далее. Все, что характерно для бактериального сепсиса, все присутствует и здесь. Что еще изменилось? Да много чего изменилось за эти 20 с лишним лет. Мы с вами знали о том, что, благодаря концепции Томаса, мы знали о том, что вначале возникает гипервоспаление, так называемое, выброс цитокинов. Вот это слово, которое теперь знает любая бабушка у подъезда, цитокиновый шторм развивается. Да, действительно, это так. Мы так и думали, что оно и есть. А чуть позже потом развивается ситуация, которую мы называем синдромом вторичной иммуносупрессии, когда превалируют, начинают противовоспалительные цитокины, например. Все это было здорово, и на этом довольно много появилось новых подходов к лечению. Ну, скажем, попытки блокировать вот эти самые цитокины, попытки, кстати говоря, использования препаратов, блокирующих интерликины, ведь они пришли отсюда. В ревматологию и в онкологию они пришли из попыток что-то делать с сепсисом тогда, но оказалось, что это не всегда эффективно, вернее, всегда неэффективно лечение сепсиса вот такими блокаторами. Появились метагемофильтрации, например, сорбции цитокинов, мы завтра об этом будем, сегодня, вернее, будем об этом говорить, полезно или не полезно. Все оттуда было, но оказалось, что все не так просто. Оказалось, что взаимодействие микро- и макроорганизма – это гораздо более сложное взаимодействие. Многогранность ответа. По большому счету мы с вами запрограммированы на тот или иной ответ, вот в частности на инфекцию. Мы генетически детерминированы. Кто-то из нас будет отвечать на инфекцию более-менее спокойно, а кто-то нет. Кстати говоря, вот эта вся история с ковидом, она действительно показала, так скажем, оправданность такого подхода, или, вернее, правильность такого подхода, такой оценки. Согласитесь, один фактор – SARS-CoV-2. Разные люди, довольно много их было, там миллионы этих людей, и мы с вами видим, что кто-то отвечает на терапию «да», а кто-то не отвечает никак на ту же самую терапию. И часть людей умирает, что бы мы с вами не делали, потому что «да», мы генетически с вами детерминированы на тот или иной ответ, и этому довольно много уже подтверждений. Вот посмотрите, варианты цитокинного ответа при сепсисе, риск смерти. Я увеличу этот слайд. Посмотрите, низкий интерлекин провоспалительный 6-й и противовоспалительный 10-й, летальность 3,3%, все то же самое, но высокие показатели интерлекина 6-го и 10-го – 42%. 3 и 42 – есть разница, да, есть разница, без сомнения. А это наши данные, этот слайд показываю уже неоднократно, это, как говорят, демографически одинаковые ситуации. Это две женщины с одинаковой клинической картиной одного возраста, ну, полупонятно, и посмотрите, интерлекин 6-ю, одну и другую, одной 2 с лишним тысячи, у другой 7-7, а клиническая картина одинаковая у них, и прогноз у них, они обе выписались, эти женщины. Поэтому, конечно, ориентироваться только лишь на какие-то кусочки всей этой полной картины довольно затруднительно. Оказалось, что вот исследование касательно иммунологии критических состояний – это такая дорога, тот лес, в который мы только вступили с вами, буквально 10 лет назад стали разрабатывать эту сложнейшую проблему – иммунологии критических состояний. Оказалось, что почти у половины пациентов, которые к нам поступают, никакого гипервсплеска этого нет, они поступают в состояние иммуносупрессии, и, соответственно, всегда мучает вопрос, а можно ли создать некий алгоритм, одинаково эффективный для всех пациентов? С моей точки зрения, это нереально, это невозможно. Ну, стремиться надо к этому, выделяя субпопуляции под группы, но, тем не менее, выйти, 7 ключевых генов. Эмма Девенпорт и группа, занимающаяся вот этой иммунологии критических состояний, показала, что 7 ключевых генов, которые отвечают, определяют ответ макроорганизма. И, опять же, разница в летальности. Посмотрите, две прописи, генетических прописей, СРС-1 и 2. В одном случае 45% летальность, в другом случае 68% летальность. При одинаковой терапии, одинаково хорошей терапии. Ну, я сказал, много появляется работ в последнее время. Это довольно сложная проблема, но, тем не менее, эти работы говорят, что мы все разные. Более того, вот наше традиционное разделение цитокинов на про и противовоспалительные, оно весьма расплывчатый характер носит. Да, в большей степени так оно и есть, но в зависимости от ситуации цитокины могут носить двойственный характер, в зависимости от того, с чем мы имеем дело. Ну, вот я сказал, 13-й год, журнале «Ланцетт», 4 человека, известных интенсивистов, и один из них хирург, Джон Маршалл, канадский хирург, пишут о том, что сепсис надо определять с учетом признаков органной дисфункции. И надо сказать, что мы абсолютно, российские эксперты, поддержали эту идеологию. Более того, мы раньше, чем вот появившиеся статьи в 13-м, 16-м году, 23-го февраля, в трех больших журналах, вот такие статьи появились, но мы за две недели до этого приняли российское определение, что такое сепсис, потому что следили и понимали, вот эти три статьи, обозвали тогда это сепсис-3, ну, соответственно, 2 и 1 появилось до этого, не было такой нумерации, что такое сепсис-1 и 2. Ну, и основное определение заключалось вот в чем, что это жизнеугрожающая органная дисфункция связана с нарушением ответа на макроорганизма, на инфекцию. Все казалось бы просто, но ключевым явилась вот эта органная дисфункция. Она вошла в определение, и это было важным, принципиальным. Я должен еще, там, не в первый раз, но в очередной раз сказать определенные моменты, которые вызывают до сих пор какие-то непонимания или, ну, сомнения в правильности. Итак, органная дисфункция. Что делать с пациентами, у которых уже есть органная дисфункция, а критерием является шкала СОФа? Шкала СОФ почему? Потому что ей 30 с лишним лет, она для разных состояний определена, валидирована, она не идеально понятна, как любая шкала, но вот она принята и у нас в стране, и во всем мире. Шкала СОФа. Что делать с пациентами, которые, так называют, коморбидные, нехорошее слово, с сопутствующим заболеванием? Хоббл, например, хроническая болезнь почек и так далее, у них уже есть некие баллы по шкале СОФа. Так вот, этот исходный уровень принимается за нулевой. Если мы видим, что у пациента увеличение по шкале СОФа на 2 и более балла, этому есть тоже обоснование, почему 2, а не 3 и не 1, то можно говорить о том, что у него вот такие изменения, а если еще есть инфекция, то можно говорить о том, что это есть сепсис. Я напоминаю, эти шкалы, вы прекрасно их знаете, чем, например, меня, не только меня, не удовлетворяет шкала СОФа, там нет очень важной одной из систем. 6 систем здесь перечислено, а одной очень важной нет. Нет оценки кишечной функции, энтеральной дисфункции, которая нередко сопровождает и является довольно существенным при сепсисе. Ну, возможно, в какое-то время эта шкала может измениться, появится новый критерий, но, во всяком случае, ей пользоваться надо. Я, ну, как с долей удовлетворения могу отметить, а может, не удовлетворение, примерно половина опрошенных вот нами, как слово красивое, респондентов, реаниматологов в своей рутинной практике использует шкалу СОФа для оценки тяжести пациента. Но огорчает то, что другая половина не использует ее, до сих пор пользуется какими-то эмоциональными составляющими, получше, похуже пациенту стало, там, поздоровее, повеселее. Коллеги, необходимо использовать шкалу. Более того, она входит в критерии качества оказания медицинской помощи, вот, использования этой шкалы. Поэтому, конечно, надо ее использовать, без сомнений. Есть модифицированная шкала, есть педиатрическая шкала. Андрей Устинович Лейкманов будет через небольшое время выступать и расскажет о том, что было. Ну, и говоря об эволюции диагноза, вот, посмотрите, как оно выглядит в настоящий момент. Итак, это инфекция, органные дисфункции. И я писал сюда обязательный синдром системного воспаления, чтобы не было никаких иллюзий. Его невозможно отменить или назначить, это физиологическая реакция. Поэтому СИРС как был, так и есть. Он не является критерием включения пациента вот в этот диагноз сепсис, но, тем не менее, конечно, он может присутствовать. И, конечно, термин, дорогие коллеги. Не надо пользоваться какими-то древними вещами, там, хрониосепсис, септические состояния, предсептические состояния. Давайте быть культурными людьми и называть все своими именами. Значит, если эти критерии есть, то это сепсис, есть органная дисфункция у пациента и развиваются признаки дисфункции микроциркуляции, гипотензия, требующая назначения вазопрессоров, то это септический шок. Сепсис, септический шок и ничего другого. Это российское определение. Вот вы его неоднократно уже видели. Можно гордиться тем, что оно шире и лучше, чем международное, поскольку тут добавлено внизу, вы видите, доказательства микробной диссеминации. Вот 60 экспертов, работающие в течение довольно долгого времени, перед тем, как выдать это определение, сомневались, обсуждали, определяли и решили, что эта добавка абсолютно должна быть уместна. А какая польза? Ну, самая главная польза – это выбор места оказания помощи. Это пациенты, которые должны лечиться в отделениях реанимации. А согласитесь, температура лейкоцита – это не повод для перевода в отделение реанимации. Это вот органодисфункция, да, однозначно. И, конечно, взаимодействие с патологоанатомами, которым мы нашли возможность это сделать с новым определением. И более того, вот все шире и шире обсуждаем, вот, скажем, общее понятие и принятие. А что еще появилось? Появилась вот такая штука под названием квикс-офа. Я не буду ее комментировать об основании, что это такое довольно существенное, серьезное. Достаточно сказать, что почти 700 тысяч историй болезней было проанализировано, чтобы появилась вот такая вот штука квикс-офа. Должен сказать, сразу ответить на те вопросы, которые вот из категории заблуждений. Это не, это шкала ранней тревоги. Это не шкала тахипной гипотензии или нарушения сознания. Это не шкала, которая говорит о наличии сепсиса. Это не диагноз сепсиса. Это даже не диагноз органодисфункции вовсе даже. Это шкала ранней тревоги, которая при сочетании двух и более факторов говорит о том, что у этого пациента велика вероятность развития органодисфункции. Присмотритесь, обратите внимание на него. Это не шкала для реаниматологов, это шкала для хирургов, терапевтов, для врачей других любых специальностей. Шкала ранней тревоги. Обратите внимание на этого пациента. У него может развиться органодисфункция, причиной которой нередко является инфекция, то есть сепсис. А российское исследование было, я вот показываю результаты его, но прежде всего надо сказать, что 62% пациентов в нашей стране имеют инфекцию, будучи в отделениях реанимации. Это стало больше, чем 10 лет назад. Вот по ЭПИК там 50%, сейчас 60% стало. Мы это и видим с вами. Летальность пациентов с инфекциями 35%. Она бьется с той летальностью, которую мы видим в мире. Эти цифры, которые нам даются. А что касается шкалы квиксов, она уместна и ею пользоваться необходимо в нашей стране. Потому что одним из сомнений было, вот как у нас в стране. Это вот в Америке там все по-другому, а у нас-то может быть совершенно не так. Нет, у нас все то же самое относительно сепсиса. Я не буду останавливаться. Я просто пролистаю, напоминаю вам, что очень важно. Важна гемокультура у пациента, то есть забор крови. Из ошибок, которые бытуют в нашей стране, не надо ждать температуры лейкоцитов для того, чтобы кровь набирать из периферической вены. Две пробы должно быть с интервалом, ну примерно в полчаса. Достаточное количество должно быть, но кровь необходимо забирать либо до начала антибактериальной терапии, либо перед очередным введением антибиотиков. Это принципиально. Ни температуру, ни озноб ждать не надо, это из прошлого века. Биомаркеры, их много, посмотрите, 200 биомаркеров известных на настоящий момент, но наиболее употребимый в нашей стране это цириоактивный белок. Низкая специфичность, он не говорит о природе, инфекционной или неинфекционной природы, вот это вот его изменения есть. Но он годится для оценки эффективности вашей терапии. То есть по нему можно оценивать эффективность или неэффективность терапии. Про кальцитонин, 1991 года известный биомаркер, мы знаем его плюсы, мы знаем его минусы. Это не диагноз сепсис, вообще ни один биомаркер не равен диагнозу сепсис. Критерии определения сепсиса уже давал, там ни одного биомаркера нет. Но про кальцитонин мы понимаем, что высокий уровень его характеризует микробную нагрузку, что вероятность наличия микробов как причины повышения про кальцитонина крайне высока. При грибах не повышается, при вирусе не повышается, как диагноз может быть. Новые появившиеся биомаркеры это проадреномедулин, пресепсин, который требует определенных уточнений, кто из них где годится, где не годится. Сейчас исследование началось относительно пресепсина наше российское. Ответ, я думаю, получим к концу года, где плюсы, где минусы его. В любом случае надо понимать, что идеального биомаркера не может быть. И комбинация нескольких более эффективна, чем один биомаркер. Чем больше, тем лучше. Поэтому вот эта фраза, которая появилась не вместо, а вместе. Чем больше биомаркеров, тем лучше, тем точнее. Я не буду останавливаться на септическом шоке. Достаточно сказать, что лактат, как любой другой биомаркер, не идеален, не универсален. И даже если вы его не можете измерить, не беспокойтесь. Достаточно гипотензии на наличие инфекции, чтобы поставить диагноз септического шока. А как маркер снижение тканевой перфузии, да, может использоваться вполне. Целевое артериальное давление. 65 мм втутного столба в рекомендациях написано. Не всем пациентам, и мы с вами тут начинаем говорить, продолжаем говорить о стратификации этих пациентов, наших пациентов. Группа пациентов сепсиом очень гетерогенная по возрасту, полу, по назначенной терапии, по хирургии. В конце концов, мы никогда не анализировали адекватные и неадекватные хирургии, проведена пациентам, где это необходимо. Поэтому, конечно, какие-то очень жесткие рамки целевых, таргетных каких-то значений, наверное, очень сложно выставить. Да, 65 мм – это безопасная величина, среднее артериальное давление. Тут нет большого вреда от катехоламинов, а еще лучше, если вы нескольких используете этих катехоламинов. Но для ряда пациентов эта цифра должна быть выше, для пациентов с исходной артериальной гипертензией эта цифра может быть выше. Вы видите, работ довольно много появилось. Ранее назначение норопинефрина, вчера об этом говорили, не дожидаться вот этих 30 мл на килограмм в течение 3 часов вовсе не нужно. Комбинации препаратов, использование препаратов из других категорий совершенно, скажем, вазопресин, левосимендантом, да, показано, что это хорошо и полезно. Это надо делать, и работы есть, показывающие пользу от комбинации этих препаратов. А далее, ну и не буду остановиться вот на этом леопарде, на исследовании, которое было, польза есть, польза есть. Во всяком случае, вот, как бы, завершая это, время истекает, завершая эту часть, я должен сказать следующее. Проблема СЭПИСа, она проблема вечная. Новые данные будут появляться, они появляются. Мы сейчас находимся с вами на том периоде времени, как в Эрмитаже, мы в Питере, поэтому про Эрмитаж буду говорить, в Москве говорю про Третьяковку. Когда вы хотите рассмотреть картину, как это сделано, вы подходите ближе, и вы видите мазки, волоски, трещинки и так далее. Вы видите, как это сделано, но вы не видите всей картины. Вам надо отойти назад и посмотреть, тогда вы видите картину, но не видите деталей. Мы сейчас с вами находимся как раз в ситуации, когда мы близко подошли и видим вот тонкости, детали. Мы видим особенности иммунного ответа, мы видим, что все неоднозначно. Мы говорим сейчас о геномике, о микробиоте, ее роли и так далее. Много красивых слов и действительно важных и нужных. Но, к сожалению, пока мы не видим всей картины. Надо время, нужны новые исследования, надо иметь смелость отойти и посмотреть опять на всю эту картину по новой, как это было в 1991 году, когда Роджер Бонн собрал вот эту согласительную конференцию. В любом случае, конечно, еще раз повторяю, это проблема вечная. Это гетерогенность популяции, это неоднозначность ответа. Всегда надо с головой подходить к лечению пациента. Схемой не вылечишь. Две вещи однозначно понятны и нужны, и это надо делать. Это хирургия, если возможно, и адекватная антибактериальная терапия. А все остальное на усмотрение врача, разумного врача, прежде всего, адъювантная терапия. Поэтому, дорогие коллеги, мы будем еще не раз с вами встречаться, обсуждая инфекцию, мониторинг микробиологический. Будем обсуждать вот это красивое слово терраностика, терапия и диагностика, подходы индивидуальные. Ну и спасибо вам за внимание.